Сегодня, 30 сентября, в администрации района состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Вел заседание глава района администрации Заур Хамирзов. На повестку дня были вынесены значимые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности на наших дорогах. С анализом аварийной обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения в районе выступил начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Азамат Курашинов. За отчетный период 22-го года территории Кашхабльского района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году их было 16, при котором 6 человек возникло, в прошлом году также 6 было, 22 человека, которые были известны подразделения. В прошлом году 17 человек. Основным отмечается рост ДТП на 5,8%, пострадавших на 40%. Основными причинами ДТП явились следующие нарушения правил дорожного движения. Это выезд на полосу встречного движения, несоблюдение водителями скорости движения конкретным дорожным условием, наездное пешехода, управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения. С целью предупреждения и пресечения факта возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня аварийности отделом ГИБДД, проведен топографический анализ состояния аварийности, сопределение места концентрации дорожно-транспортных происшествий, времени и характера совершения ДТП. Установлены все причинно-следственные связи, в том числе сопутствующие дорожные условия, возникновение ДТП и тяжесть их последствий. Указан на период, нами инициативно подготовлено и проведено 32 противоптических мероприятия по снижению ДТП. Среди них также следует обозначить рабочемасштабные мероприятия с привлечением сотрудников отдельного батальона ДПС, органов власти, общественности, целевидения и СМИ. По итогам проведенных мероприятий выявлено и пресечено 78 административных правонарушений, в том числе 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Далее о принимаемых мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях района доложила заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. Разобновили работу общеобразовательные учреждения, детские сады, учреждения дополнительного образования. Учебный год начался, соответственно, началась работа по обеспечению безопасности наших детей на дорогах. Она и не прекращалась, если честно сказать, потому что в летний период у нас работали оздоровительные лагеря, где проходили соответствующие мероприятия совместно с представителями ЕБД. Кроме мероприятий, значит, в лагерях у нас в летний период малозатратные формы организации отдыха, и в этих мероприятиях тоже этот вопрос, это направление работы затрагивалось. Ну, что можно сказать по образовательным учреждениям района? То, что на сегодня проводится организационно-просветительская работа среди обучающихся образовательных учреждений, среди педколлектива родителей. То есть идет обучение учащихся, как себя вести на дорогах, родителям, как нужно работать со своими детьми, и, естественно, педколлективу, какую работу проводить с учащимися воспитанниками школ, садов. В целях сохранения жизни и здоровья граждан руководство района уделяет особое внимание состоянию содержания улично-дорожной сети. Информацию по этому поводу представил генеральный директор акционерного общества Кашхабльский ДРСУ Пшимаф Батышев. Основные виды работы, которые выполняются для содержания автомобильных дорог, это в основном уборка мусора, выполнение ямочного ремонта, выполнение работы по устройству асфальтобетона на отдельных участках автомобильных дорог, покос, растительность, вырубка кустарников, ремонт и крепление обучива. Также ведутся работы по содержанию искусственных сооружений. В этом году на искусственных сооружениях были тоже выполнены часть работ очистка полос безопасности, издового полота, бетонного барьерного ограждения, которые были выполнены в полном объеме. Также частично выполнены работы по противопаводковым мероприятиям, это работа в грунта, траншеях, очистка куветов над некоторых опасных участках. Следующим видом работ мы также в этом году проводили замену щитов дорожных знаков, установка новых знаков, также замена пластиковых сигнальных столбиков, которые тоже в количестве 640 штук. Одним из эффективных технических средств организации дорожного движения является дорожная разметка. В 2022 году, значит, обычно мы в год проводим два этапа. В весенний период выполнено, значит, нанесение горизонтальной дорожной разметки на всех участках дорог на Шкабльского района, это 165 километров АП-дорог. И сегодня, до 15 октября, будет выполнена, значит, дорожная разбитка уже для осеннего периода. В рамках национального проекта «Безопасность и качественные автомобильные дороги» В этом году у нас был объем 6,4 километра дорог. Это три участка. Майкоп-Ягинская, Сибаев-Янчужская, Карачаев, протяженность 2,4 километра. Северный обход Алкашхав, протяженность 2,1 километра. И подъезд Кутру-Игнатьевский, Геннадьевский, Метуковская, протяженность 1,8 километра. Практически работы все выполнены. Остался один участок, Майкоп-Ягинская, Сибаев-Янчужская, Карачаев, буквально где-то метров 800. Мы до начала той недели завершим эту работу. На сегодня основная работа еще, кроме этого, это подготовка к зимнему периоду. Сегодня для того, чтобы проводить противогололедные мероприятия, у нас заключен договор с ООО «РУССОЛЬ» и заказано 280 тонн технической соли. Это четыре угона, они должны подойти буквально в начале октября. И песко-солярная смесь в сухом виде будет уже готова на наших сходах. И также для успешного выполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период, у нас имеется в наличии 17 единиц дорожной техники. Членами комиссии был затронут вопрос о взыскании штрафа в области безопасности дорожного движения, в том числе и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за 9 месяцев текущего года. Доклад по данной теме представила начальника Шхабрского районного отделения судебных приставов Анна Желина. Подвели мы анализ по итогам работы за 9 месяцев. Таким образом, на исполнение в Кашхабрском районном отделении в отчетном периоде составило 7 315 исполнительных проезд, обыскание административных штрафов ГИБДД на сумму 7 712 000. В аналогичном периоде прошлого года составило 8 143 исполнительных производства на сумму 10 730 000 рублей. За отчетный период 2022 года в отделении возбуждено 2 908 исполнительных производств на сумму 2 646 000. АППГ составило 3 521 исполнительное производство на сумму 4,5 млн. рублей. Окончено за 9 месяцев 2022 года 3 783 исполнительных производства на сумму 4,5 млн. рублей. В аналогичном периоде прошлого года было окончено 3680 исполнительных производств на сумму 4,8 млн. рублей. В том числе судебных актов, так называемых пьяных штрафов, 57 исполнительных производств на сумму 1,7 млн. рублей. АППГ составило 39 исполнительных производств на сумму 1,1 млн. рублей. В результате принятия мер окончено и прекращено за указанный период 3 338 исполнительных производств на сумму 2,3 млн. рублей. В том числе так называемых пьяных штрафов, постановление судебных органов 45 исполнительных производств на сумму 1,350 млн. рублей. АППГ составило 32 исполнительных производства на 960 000 рублей. В настоящее время остаток исполнительных производств составляет 2,999 исполнительных производств на сумму 2,5 млн. рублей. На заседании были рассмотрены и другие актуальные вопросы. Мероприятие прошло в конструктивной деловой обстановке. По всем вопросам повестки дня принято решение, направленное на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения в Кашхабрском районе.